Как я говорил ранее, для этого у меня были заготовлены уже ноги, которые три месяца простояли на улице, а для всего остального мне пришлось купить просто уже готовый шестиметровый профиль. И я расконсал его на равной части по полтора метра. Получилось три части, соответственно, две боковушки верхние, и соединил я также снизу, дополнительно усилив якобы. Дальше я все по магнитам. Приварю магниты, уголки, помощь. Затем лепестковым кругом на болгарке я снимаю всю ржавчину и, соответственно, зачищаю все швы. Но весь прикол будет дальше. Я два раза накосячу. Далее я взял обычную молотковую краску цвета бронзы, у меня оставалось ее огромное количество, и все крашу обыкновенной кисточкой. Я не стал заморачиваться там из пульверизатора. Еще расход был бы огромный, я засрал бы обязательно пульверизатор и тому подобное. А так будет проще, и в дальнейшем все равно еще два раза буду подкрашивать, вы увидите. Тем не менее, так легче. Для столешницы я одолжил у соседа, спасибо ему, доску 80 на 250. Она тяжелючая, но она самая ровная всей куча была, потому что остальные это просто дикий пропеллер. Получается ровно три куска там с небольшим остатком, которые я в дальнейшем обрабатываю. Но самое прикольное, когда я померил ширину своего стола, а потом ширину всех трех досок, я понимал, что у меня есть ровно три, а на четвертую доску мне не хватает ровно пол доски, соответственно. Еще одну доску мне уже сосед не даст, он и так уже говнился. Но вся проблема в другом. Я понял, что нужно уменьшить стол в ширину. Это мой первый косяк. Далее, забив пока на эту проблему, я отправляюсь к рейсмусу, фуганку и прогоняю доски по несколько раз. В итоге у меня доска получилась 6,5, я выровнял по всем краям, соответственно. Доска у меня получилась 650 мм вместо 800, потому что 800 там были с ямами, с провалами, с какими-то непонятными. Так получилось идеально. Конечно, помучился, потому что доска тяжелая, и рейсмусу тяжело ее так же принимать. Ну, обработали, все замечательно, ничего не пострадало, никто не пострадал, все замечательно прошло. Дальше доски прикинул на станину и понял, что, ну блин, ну прям косяк. Решил примерить все, обмерил и понял, что мне нужно убрать примерно 12 см, чтобы не было даже практически никакого свеса по бокам, по ширине, грубо говоря. На самом деле оказалось все проще, чем я думал, это буквально заняло мне 20 минут. Все аккуратно размерил и так же аккуратно быстро отрезал, потом быстро так же аккуратно сварил. То есть тут реально проблема понты. Единственное, что, ну, пришлось перекрашивать, потому что краска сошла. Соответственно, проварил все и так же зачищаю все швы лепестковым кругом и снимаю дополнительно ту краску, которая сошла и свернулась от температуры. Все выровнял, подогнал, понял, что очень четко попал. Все замечательно, по ширине все офигенно. Решил торцануть все доски, так как они все равно там были, я оставлял на всякий случай небольшие зазоры, буквально по 2 см, чтобы, если что, можно было плясать туда-сюда. Соответственно, торцуем и так же ровняем. Ну, а дальше берем просто орбитальную шлифовальную машинку и проходим все торцы. И медленно с торцов перемещаемся на ребра, а потом уже на основную поверхность снимаем. С 180-х у меня было зерно, первое. Соответственно, ей снимаем основной слой. Далее продуваю полностью все от пыли, все щели, все закололки, все сучки. И покрываю пропиткой для дерева с белым оттенком такой. Ну, не знаю, самая простая. Я купил Леруа за 200 рублей. Но она прикольная, очень интересная. Несколько слоев распыляю из аэрографа. Буквально сохнет за 30 минут. Ну, получается офигенное такое беленое дерево. Понятно, что, может быть, на еле оно легло не очень хорошо, но, тем не менее, очень клево выглядит. Сутки спустя я очищаю, снимаю небольшой ворс, потому что, соответственно, ворс поднялся. Нужно это убрать. Соответственно, зачистил пару раз. Подошел уже к 400-й наждачке. Убрал уже все гладенько, замечательно. И финишное в моем покрытии я выбрал акриловый лак. Тоже самый простой, но он акриловый, бесцветный. То есть его можно также тонировать дополнительными колерами. Все замечательно. В два слоя. Шик. Выглядит клево. Далее зачищаю поверхность стола, именно станины, от всех косяков, от лака и от пропитки дерева, который стекал на него. И подкрашиваю еще раз. Дальше ждет еще один косяк. Подкрашиваю еще раз. Сверлю крепление для самореза, чтобы крепить. И понимаю. Понимаю, блин, что я накосячил с высотой. Он очень высокий. Изначально-то я варил эти боковины стола для верстака, как верстак в стоячем положении. Он очень удобный. В нем стоять классно. Но сидеть за ним вообще невозможно. Он тупо высокий. Получается как барная стойка. И я принимаю решение, что нужно резать еще один раз. Хотя я его закрасил недавно, но это капец. В итоге я так померил, все прикинул и убрал по 10 сантиметров. Получился у меня 75 сантиметров в высоту. Это, в принципе, стандартный стол. У меня кухонный такой стол. Соответственно, дальше я так же провариваю. Все замечательно. Естественно, снимаю лепестковым кругом. Естественно, все так же прокрашиваю. Мне уже было лень просто это все снимать. И спустя сутки я уже, соответственно, начинаю подготовку к того, чтобы прикрепить столешницу. Выношу к реке. Я решил не париться и все накрепить на месте, потому что очень тяжелый получается вместе с доской. Мы его с Ксюшей пытались перетащить, но это просто невозможно. Он весит килограмм, наверное, под 60-70. Доска тяжеленная. Я специально оставил зазор между доской. Буквально полсантиметра. Грубо говоря, такой тепловой зазор, потому что доска все равно будет гулять туда-сюда. Ну и плюс будет проще, если что, смахнуть тоже влагу, разлитый там какой-то напиток и тому подобное. Какий-то стол для улицы. И спустя вот еще сутки мы решили уже устроить показательный ужин. Все замечательно прошло. Было вкусно, удобно. Единственное, что еще придется сделать парочку стульев, в таком же стиле, возможно. И тогда будет вообще бомба. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь. Мне было очень приятно.